привет друзья в сегодняшнем видео я расскажу вам про приложение для телефона или рутирование штатные магнитолы на honda серии вообще на хондах с помощью программы honda хак многие наверное из вас сталкивались с тем что головное устройство хондовское крайне бесполезно то есть на ней только воспроизведение музыки только bluetooth прием звонков ну какой-то минимальный набор выживания так его назовем который достаточно аскетический и в теперешнем мире заменить эту здоровую балалайку на что-нибудь другое достаточно сложно ну возможно но сложно и дорого поэтому есть возможность проапгрейдить головное устройство honda и в этом видео я расскажу поделюсь своим опытом как я это сделал рассмотрю функции которые имеет система honda хак и покажу вам как установить ее на ваше головное устройство то как устанавливать я покажу в конце видео потому что снимал это несколько недель назад на телефон но он телефон и чисто для себя для того чтобы потом вспомнить как то это дело зачем вообще мне нужен honda хак во первых хотелось получить русский текст в меню android хотя бы в меню android с помощью honda хак невозможно получить русский или украинский текст на табло мониторе спидометра невозможно получить там где управление музыки и так далее но там где есть приложение android все будет по-русски или по-украински как вам уже удобно с помощью этой программы можно добавить языки и так далее это мне очень нужно было также я хотел добиться того чтобы можно было установить сторонние приложения такие как например ютюбчик чтобы можно было посмотреть какое-то видео когда стоишь ждешь вот и не знаю в интернете полазить сложно на этой магнитоле но фильмец посмотреть вполне реально так что honda хак поехали так начнем самого начала имеем серви 2017 года включаем режим я здесь установил видео на стартап то есть мы для чего еще планировал устанавливать honda хак для того чтобы можно было запустить видео в начале запуска магнитолы с рекламой наших автомобилей канала и так далее то есть клиенты которые покупают наши машины уже автоматически обрабатывается на последующую покупку но меркантильное соображение конечно да но прикольно можно поставить любой видосик на запуск магнитолы вот достаточно приятная штука головное устройство не подвисает нормально это воспроизводит эта функция работает сразу же вы видите о том что у меня воспроизводится музыка вот тут где раздел source у меня стоит usb накопитель эту из флешка вот здесь вот такое вот вот куча этих параметров есть еще телефон я его еще сейчас не подключал но обязательно покажу вам как это сделать вот когда разберусь в этом и так honda хак у меня чуть-чуть стоит альтернативная версия рабочего стола стола это все делается в настройках несложно ну вначале он был достаточно неудобный этот интерфейс но сейчас уже более-менее привык и так я говорил что про основку его скажу в конце давайте пройдемся по функциям по функциям в меню мы получаем вообще сам honda хак появляется в разделе с помощью вот такого предложения honda хак он на английском то есть базовый английский вам понадобится если вы хотите настроить сразу же в первом разделе он предлагает нам install and uninstall apps здесь можно install онлайн или с помощью storage карт так но перед тем как начать пользоваться storage карт к ней нужно включать доступ так это все делается мы external usb storage settings так сюда переходим и тут нажать на кнопку enable right access to external usb storage то есть это надо включить и видите горит а лампочка про это означает что это возможно только для программы в про то есть в других случаях если купили basic воспользоваться внешним usb накопителем у вас уже не получится заходим первое первым делом в этот раздел меню и включаем я включил так и теперь вы уже видели что у меня уже играет музыка все если этого не сделать это все флешку магнитола видеть не будет install and install apps очень удобное меню потому что здесь можно как и установить так и удалить те которые вам уже не нужны потому что память в магнитоле ограничено install apps онлайн я здесь еще раз обращаю ваше внимание у меня подключен к местному нашему гаражному вай фай во первых здесь есть honda хак сама эта система google services google play services у инсталла то есть можно удалить если что аккаунт менеджер я его не ставил теперь давайте перейдем к самому интересному ставил я только себе google карты они слишком тяжелые для этой магнитолы очень сильно подключивает мне крайне не понравилось на этой магнитоле google maps идеально работает вейс вот но опять же вы должны синхронизировать телефон с магнитолой дать например доступ к вай фаю от телефона и тогда сможете пользоваться то есть если вы будете у вас выбор будет стоять google maps или вейс выбирайте вейс музыку я не устанавливал пока ничего установил youtube youtube начал работать у меня сразу третьего или четвертого то есть он установился сразу долго это все происходит но работать начал намного позже new pipe никогда не пробовал на из фиксом не пользовался mx player для воспроизведения видео хочу сказать им что штатный галерейный плеер работает достаточно неплохо то есть можно им воспользоваться для воспроизведения разных видео которые вы запишите на флешку установил chrome explore файл менеджер работает очень шуста chrome работает медленно и установил google кейборд так для того чтобы была клавиатура google вот очень помогает дополнительно я еще устанавливал себе для того чтобы получить украинский язык в меню перейдем я установил программу more local 2 таким образом теперь у меня в меню есть украинский язык можно и установить и русский и теперь это все будет полностью функционировать покажу вам как работает галерея как работает галерея у меня сейчас установлена флешка в разъем который идет вот здесь вот в этом месте в разъеме специальном в левом разъеме так и теперь зайдя в галерею я могу увидеть у меня здесь есть несколько папок вот так она его прогружает вот есть папка honda хак это туда куда я скопировал видео которое вы видели в начале запуске магнитолы отдельно сделал папочку для фотографий так у меня здесь наверно на фотография вот root здесь фотографии ну и вот так вот вы их не ставите ну как на android устройстве достаточно быстро мне это нравится фильм это то видео которое запускал в начале вот так вот она запускается предлагает использовать или explore видео файловый менеджер или видео проигрыватель штатный андроидовский требуется некоторое время для того чтобы она запустилась но когда запускается идет без тормозов красиво и хорошо вот хороший звук хорошая картинка так в этом плане я считаю это плюсом так что еще хотел я вам показать как работает youtube нажимаем и ждем все естественно зависит от интернета многое что зависит и многое зависит от системы процессор здесь не мощный так что сильно рассчитывать на youtube но можете не рассчитывать сильно не сейчас делаем первое попавшееся видео которое нам выкидывает youtube что-то про горы грузит ждем такое ощущение что он уже завис громко срегулируется звук пошел это реклама вот подвисает не знаю по причине интернета по причине плеера ну неплохо с музыкой на релакс работает можно поставить на паузу опять же отклик не очень быстрый но в принципе я считаю достаточно все дальше в отношении android аудио что хочу сказать вот туди смартфон connection там где мы должны были бы по идее подключить телефон к к нашей магнитоле вот чтобы все данные телефона проецировались на головное устройство не до сих пор не удалось это сделать почему потому что подключая телефон свой у меня самсунг вот просит установить какое-то дополнительное приложение на головное устройство скорее всего это будет какой-то смарт свитч самсунговский который ранее на магнитолу установить я не мог потому что ни одно стороннее приложение не могло установиться теперь же имея все необходимое так мы идем в play market вот я могу попробовать найти смарт свитч установить его и тогда вполне возможно что телефон законнектится и будет проецироваться на головное устройство но если вы например собираетесь использовать навигацию то имея в из прямо здесь вот я искал отпадает необходимость в том чтобы коннектить телефон так вот такой отклик на google клавиатуру не очень все быстро происходит английский ищем смарт смарт свитч самсунг вот так это все на практике выглядит дата смарт свитч мобайл смарт свитч куча всего самсунг линк да ну в общем самсунг асессори сервис нужно выбирать приложение которое наиболее подойдет экспериментировать с тем чтобы оно заработало но опять же тогда этим сим ну нужно понять для себя нужно вы будете этим пользоваться или не будете этим пользоваться потому что я еще пока не знаю мне хватает того что телефон сам коннектится с магнитолой считывает телефонные звонки может позвонить может продавать музыку через bluetooth этого для меня вот как бы полностью достаточно мне хотелось чтобы отдельно вот этого всего мог мог работать USB так что еще может хонда хак хонда хак дает возможность на ходу управлять меню андроида то есть кто-то может переключать музыку кто-то может открывать файловый менеджер и так далее то есть она обманывает обманывает магнитолу дает ей как бы видимость того что машина стоит припаркованным вот еще такая штука я искал возможность проецировать навигацию на панель управления которая вот под рулем находится здесь но это возможно только когда у вас модель машины хонда цивик тогда такая возможность есть но если у вас не цивик тогда такой возможность нет я искал меня это интересовало было бы прикольно если бы это работало так наверное нужно выбрать сервер хорошо каждый раз она оптимизирует вот так что вот такое настройки на самом деле еще есть много в про версии вот я считаю что имеет смысл покупать именно про про версии вот это то что я говорил free parking статус то есть можно включить что мы типа припаркованы и тогда можно на ходу делать какие-то настройки я не подстрекаю к тому чтобы вы действительно это делали но если вы например стоите в пробке нога на тормозе вот и пробуете что-то поднастроить нужно перейти в режим паркинга это и так нудно вот то эта функция реально поможет так тут оно дает нам сидпед belt alarm можно выключить наверное его low voltage ram handbrake alarm есть дополнительные возможности управлять самой машиной я кстати не пробовал еще сидбелт alarm а это голосовые голосовые она будет голосом говорить что типа ты не пристегнул ремень это кстати будет интересно попробовать вот на ходу как это все будет происходить в общем не буду раскрывать всего я еще сам всего не попробовал но если у вас остались мысли о том нужно ли вам устанавливать honda хак или не нужно то надеюсь что это видео вам поможет принять решение вот и как любой мальчик или там девочка кто смотрит это видео вот самому интересно интересно разобраться в системе потому что интересно когда остаются не открытые карты не раскрытые вопросы в которых можно самостоятельно разобраться найти на них ответы вот и найти что-то новое в своей машине вот как бы и все что я хотел вам сказать вот honda хак теперь я добавлю видео по установке как я это все устанавливал сколько это у меня времени заняло а времени это реально заняло много вот смотрите и не забудьте пока по окончанию просмотра поставить палец вверх этому видео подписаться на канал потому что я часто сейчас буду выкладывать видео вот которые будут касаться новых машин марки honda серви возможно цивик мы планируем еще в ближайшем времени добавить себе еще одну honda пилот вот тоже популярная будет модель по прогнозам вот как бы и все смотрите гайд по установке всем я попрощаюсь сейчас потому что потом прощаться уже не буду пока до встречи в новых видео так дальше подъезжаем к вайфаю так чтобы магнитола соединилась идем honda хак перекидывать нас на сайт не получится чуть-чуть не так я сделал нужно зайти на сайт тогда выбрать свою модель типа пятое поколение honda серви дальше перейти на honda hack .org .root так и тут нажать get start и вот тут уже нужно ввести наш код не там где я вводил первый раз это неправильно дальше ввожу код пишу окей не закрывайте браузер так так штука происходит таким образом мы получим root права и откроем себе дополнительные возможности в нашей магнитоле вот с помощью которой можем установить локаль а локаль даст нам русский язык украинский язык например вот в магнитоле и прям будет вообще класс я считаю потому что она много использую технических языков а это прям будет по делу ну и в отношении про версии и basic версии basic версия просто даст возможность устанавливать всякие штуки с play market а вот с версией про она прям улучшит магнитолу в плане того что там есть регулировка звука когда переключаете передачу например на задней вот вроде бы мелочь но я часто сталкивался с тем чтобы вот отрегулировать звук мне это бывает нужно часто дальше выскакивает такая штука на китайском я выбираю CR-V you can mode из CR-V please confirm and continue re-select обновить или continue continue please reboot так long press volume кноп for 5 seconds and select reboot хорошо 1 2 3 4 5 yes one reboot стремная конечно штука но думаю все будет нормально запустился другой значок он обычно не такой сейчас можно попробовать уже будет не знаю что ожидать честно 25 баксов ну и магнитолозом баксов 500 так горело потухло теперь выкинуло сюда нас теоретически меню у нас появился honda hack здесь дополнительные штуки у нас теперь есть надо теперь разбираться теперь музыку можно воспроизводить прямо с разъема флешки то есть можно даже без блютуса теперь у нас есть навигация здесь steering wheel так можно переделать кнопки управления на руле и можно install on install apps download apps in the app center install да honda hack да тут мы можем уже установить google карты ways youtube netflix player chrome keyboard google keyboard можно установить даже погнали так теперь из всего этого списка я решаю установить google play services она попросила меня запретить обновляться google play чтобы не тормозить систему если будет плохо я так понимаю вот здесь снизу есть google play services uninstall типа можно сделать uninstall вот чтобы не было google play services вот это было все очень долго инсталляция теперь попал вот такой вот экран не знаю что делать я думаю подождать ставлю google и оно подвисает слегка попробую нажать home home висит кнопка menu висит setup wizard окей close it давай home посмотрим как она теперь будет работать медленновато пока возвращаемся назад ну типа так honda hack install apk файл то есть можно будет установить карточки хорошо install онлайн google play services не получилось у нас google аккаунт менеджер попробуем google аккаунт менеджер быстрее устанавливается но снова не станет присвоить с усидью can find the install ap in up list хорошо google аккаунт у нас уже установился надо ехать дальше из приложений ставим gboard вот он gboard в разделе honda hack так и ищем украине например на украине и загружаем в мир украинский язык после всех мучений самое главное настроить play market когда настроил зашел за зашел надо попробовать поставить молокаль для чтобы изменить язык оборудования молокаль 2 наверное еще